хеллоу сам ты хуйло что пацаны как там на россии процветаете а не зря я туда свалил от вас вовремя с этого блин мухосранска вашего как там получше что там меркель наша вам помогает или нет что-то бензин подорожал аж у вас сразу бензин из германии идет я же думал у вас там нефть там все дела там как бы путин рулит это не вы или эти два мили счастливых миллиардера которые появились вижу по вашим обоям что-то миллиардеров там еще далеко давай-то блин сори на люструем 1 люстра как в германии себе вообще сваровский кристаллы малыш ты знаешь изумруды какого цвета вообще не зеленого ты в курсе красные я их покрасил красные они страдали за то что в россии они страдали стали красными так ваших как ваши горячие жопы наверное да так что как там рассказывайте давайте ребята хочется знать там вы с коленей встали или все так же в той же позе бухают все-таки вот так да скорее не встали забыли локти оторвать земли я надеюсь вы же не собираетесь к нам ехать потому что вы тут уже наехала ваших на пособиях сидят это капец куда ты собирался я россии тебе там лучше ты создан для нее посмотри на себя уехали ты реально считаешь что но скажи есть люди такие то есть среди твоих знакомых чтобы из германии наоборот переехали на россию серьезно как его фамилия чисто немецкая фамилия я тебе про немцев спрашивать которые попереехали исконно немецкая ребята я я тут расскажу сегодня этот анекдоз немцам они поржут бабушки дедушки бабушки потянуло к березкам да не смог как там зарплаты во сколько там пару тысяч евро есть хотя бы у меня сейчас где-то около 1000 мязы я просто сколько там курс не слежу сейчас сколько это в рублей я слышал что-то там евро вас подорожало то есть это вы больше стали рублей получать как были нет ну да это же рублях как бы кем от этой работы шаш штука евро ну как бы для россии я слышал это нормально просто у нас тысяч это пособие получает безработный но это это только знаете те кто там вот эти беженцы из этого ближний свет этот короче эти которые приехали которые вообще не хотят ничего делать эту штука евро как ну да сирийцам сирийцам да ну русские приезжают принципе от который еще в коллектив не влились и не поняли что тут надо тоже пахать собственно в ряду тело то где-то там 500 евро но все равно лучше чем на россии на роду жильем а каким ты работаешь от 1000 евро я слышал что у вас нет таких зарплат кладовщик отборщик ну грубо говоря нас а так это ты воруешь еще со склада по чуть-чуть не ну тогда да если продавать еще на налево зарплату в принципе это самый маленький меня там складу там можно и больше тысячу евро ты-то ничего себе класс кладовщиком вообще скажу вам пиздите вы пацаны вообще как ну я прямо прям поверил давайте по-честному скажем как я думаю что зарплату тебе где-то ровно на треть вот это где-то евро где-то 400 ты получаешь это максимум сколько я где-то где-то где там это в на ваши деньги где-то 25 тысяч рублей не ходят даже двадцати пяти нету двадцатку или это в год тысячу евро это у меня гараж жена сейчас уехала то могут спокойно сидеть понятие говорил так вот на запас принципе повысили пара по даже повышают от молодцы а варене то что тысяч почти тысячи ну 100 евро это тоже почти тысячи россии группа репетт наху получает это нас тысяч отскок для тела триста пятнадцать тысяч рублей у нас вообще работник у нас нет дмитров это кто дмитрий это этот премьер ваш медведев дмит или а город дмитров это капец вообще у нас так слушайте так у вас крым же теперь там вы же хохлов там отжали там все дела вы ездите вообще отдыхать можете теперь же один хути в турции на дуре доходит там дорогое так как дорого тоже ваш уже как это дорого это просто говорят на самом деле у меня сейчас мои родители вот они уехали раньше в крыму там пиздец там все очень настолько дорого что я не знаю это надо год зарабатывать да и числе я не знаю там отель только снять один я не помню подождите при украине когда там ну когда крым еще украинский был я знаю что и ну и мы ездили вообще там все копейки стоило помню и россияне отдыхали так а смысл было в чем логика тогда смысл было его оккупировать если вот типа исторически россии принадлежал крым такие сидели сидели блин подождите крым же ж наш исторически надо его срочно оккупировать сделать чтоб цены в два раза больше были вот это бизнес-план я фигею вот это я я посмотрю как вот это ваш этот блин путин рассказывает нашей анекдоты там про эти что-то на про орган мальт это это дедушки бабушки там кто-то что-то там он вас вообще ну как бы с головой дружит а мне кормит обещание у нас у нас это практически а шо хоть час обещают у нас для хорошей жизни как каждый год короче я не знаю просто они именно на слабый социальный дал слой населения на бабушек на дедушек налегать чтобы они шли голосовать акулим делать основном работ на когда голосование проходит и вообще пусть забивает короче и тут и голосуют бабушки и деды которому похуй дали конфетка все равно это все деньги потерять все так ну все же все москва ж не резиновая как говорят все же не переедут туда жить в дмитров к вам да что это просто блин раз в 10 квартир а считая расстояние там 80 километров от москвы то есть это ты считаешь ферня каждый день 80 километров ездить на работу электричках там полтора часа пол жизни в электричках это же кошмар а сколько там или ты ну так как у нас но у нас где-то электричка ну где-то 300 километров час идет ваша как-то ну сделаешь на этом на воздушной подушки магнитные там какие собой или до сих пор на конной тяги я шучу конечно что там как это было когда-то там при царе до машин просто что впереди машина едет путина кортеж да не могут обогнать его до из-за этого из-за этого медленно стояла в пробке до 6 часов 6 часов чтобы они проехали с равных 5 километров ну шоу дни ну шоу россияне что это же потомственные крепостные чтоб знали где их место парень едет еще хорошо не не заставляют приходить кланяться перед кортежем там шапки снимать я вообще считаю надо как-то возвращаться к истории россии в общем так пока оружие не боится ладно ладно ребята спасибо за рассказ давайте там давайте выше вы главное помните чтобы победители понимаете вот я тут немца тоже постановлю россияне они молодцы там вторая мировая война всех победить но часто сосуд конечно но вообще победитель жизни так что красавчик нихуя нету дороги разбиты работать никто не хочет на там это ты пропаганды наслушался получить триллионы долларов от не продажи нефти и по разбитой дороге непонятно кто получает это не мы на как люди которые яхты все покупают те кто постарше нам-то от этого бесплатная медицина когда-то блять очередь сдохнет скорее бесплатный подорожник на лоб тебе ты знаешь это как там анекдоте рит здравствуйте бесплатный доктор здравствуйте неизлечимый больной серьезно при мне короче в поликлинике нашему духа то блять окна не открывает меня бабка откинулся ну как 55 наверное такая совсем дряхлая ни хрена себе бабка в расцвете сил женщина и шо духа ты просто так не но как вы хотели я слышал там пенсионный возраст подняли вы что хотите чтобы она обворовывала бюджет российский вышла на пенсию чтобы и платили еще пенсию нифига а то до 55 и все давай на кладбище ты шоу ясно ребята ну хорошо держите что там медведев говорил денег нет но вы держитесь давайте показать за что держаться давайте удачи пока